Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис. И сегодня я вам хочу показать очень интересный квест ремастера, который выходил на PlayStation 1. Это Broken Sword. Тень тамплиеров. Поэтому, если вам будет интересно, то вам очень понравится путешествие. Это очень интересное детективное расследование. Как переводится, сломанный меч, тень тамплиеров. Так что, приступим. В принципе, погнали. Полный вперед. Я всегда социировал мою любовь Парень с смертью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, ну вот у нас начинается игра Завалили чувачка Обучение Так В принципе У нас все тут нормально Стоит Так, в общем Мы обыскиваем Труп Все интересно Как в стиле Детектива Так, берем заколку Так Конечно Его застрелили С пистолетом С глушителем Белец Так Тут подсказки Вот И нам надо переключаться Вот Да я понял Что полиция должна прийти Успокойся ты Так Так Салфеточку берем Заколкой Вскрываем Нычечку Берем ключик Да 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 Мы поняли Здесь даже можно быть хорошим и добрым Ой Точнее 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 Так Ну а Мими Она ничего не знает Точнее Ага. Да. Ага. Ага. Да, дорогие друзья, если вам нужно читать, ставьте на паузу, читайте, тут просто мелкий шрифт. Но игра, уверяю, очень интересная. Хоть и короткая, но реально интересная. Это одна из моих любимых квестов и на ПК, и на PlayStation 1. Так, это понятно, нам надо ключом открыть. Ага. Так, вот и комната. Тут жена... Так, где у нас тот ключ? Вот он. Ой, подожди. Да открывай ты его уже, блин. Да, это мы уже поняли, давай. Да ё-моё! Так. Да я понял уже это, давай, сюда подходи. Да, я эту игру проходил, но самое приключательное, что эта игра есть ещё и на андроиды, то есть на телефоны. Вот. Так. Идём. Белём. Безновая слона. Ну да, они были друзьями. Так. Намазываем тюбик сюда. да да анимация тут прикольно сделано красиво так и по моему нет а вот и русская звучка так по моему салфетку что ли нет так а что тогда а эту херню точно такс а дальше по моему а вот сюда на бумажку так суб джудис Я не мог бы научиться много, как журналист. Это означает, что легкое. Без него была секвенция... Я вдруг поняла, что у него была связь. В связи с тем, что у нас был штампан «Батеу-де-ла-Консиежерия». «Консиежерия» на Илле-де-ла-Стей, по реке, находится в антибиотическом логове. Так что, «Суб-Judicей» could, в этом случае, означает, буквально, «бедо-де-ла-консиежерия». Я была уверена, что я нашел все, что я мог. И, по-другому, вся эта опуленция сделала мне пить за мою регулярную жизнь в повороте. Это была огромная история. Это было также одно пузырочное пузыло, с много кусочек missing. Но я буду его разгромить. И если я мог бы только вспомнить название того фантастического прайса, который ты получаешь для быть в Африке, я бы definitivamente победил его в этом случае. Так, вот у нас дневник. Да, если что, вставьте паузу и читайте, чтобы вам было удобно, потому что я не буду терять на это время. Буквально, значение под судом. Нужно сходить на набережную. Сити под консиежи. Содержи. Хорошо. Так. А, инвентарь. Сохранимся первым слотом. Да, по-моему, мы всё нашли. Поехали. Так. Идём. Так, говорим ещё раз с бабой, наверное. С Африкой. Он никогда не объяснил... Нет. Но я думаю, что это было важно. Это был кафт... О, я вижу. Я не знал. Имелда, я буду делать... Спасибо, мой директор. И если полиция просит, не волнуйся. Ты никогда не здесь. Суб-жудиси была ключа. Я был бы... Я был бы... ...надо найти место под консиежей. Я решила идти прямо на Кейсаде, на Иль-де-ла-Сетей. Если бы было бы, чтобы идти под консиежей, это было бы оттуда. Да, игрушка очень красивая. Так. Так, куда ты пошла? Сюда. А-а-а... Так, тут будет одна головоломка, поэтому я её уже прошёл, чтобы время не терять, потому что она очень сложная. Сейчас я покажу, что именно. Вот, смотрите. Тут головоломка. Короче, нужно освободить место, чтобы ключ продвинуть вот сюда. Тут очень много передвигать блоков, хуйоков, всякую хуйню в таком вот плане. Вот. Поэтому я загружусь, чтобы уже показать вам, что там внутри. Поэтому, чтобы не терять время. А со второй стороны точно так же. Вот. Так, поэтому берём загрузку. Так, назад. Просто тут из этого меню нельзя сохраниться. Загружаем. И вперёд. Навстречу приключениям. За пашком. Так, что-то надо с лодкой делать. Упс. Упс. Это что у нас? Упс. Гильза. Так. Опа-на. Ё-моё. Так, ну, наверное, мы вот здесь и остановимся. Пройдём эту головоломку, потому что тут какой-то смысл надо, чтобы пройти. Поэтому, если что, я сделаю паузу и здесь продолжим. Так что... секундочку, дорогие дамы и господа. Вот, ждите. Вот мы и продолжаем. И проходим дальше. Так. А, то есть, каменный цилиндр надо забрать, да? Так... Забираем. Но! Да это я понял. Чё комментировать то, что ты забрала цилиндр? Ага. Так, берём гильзу и применяем сюда. Но! Да, ё-моё. Использую крест. Ё-моё. Нико. Колор. Угу. Отпускай. Да это я понял. Забираем гильзу. Так. Так, используем... цилиндр. Так, это нам что-то даст? Так... Так, тут надо немножко замучиться. Так, это я понял. Так... Так, а если использовать гильзу? Так, а это использовать на двери? Допустим. Но не факт. Понятно. Не хочет, да? А, понятно. Так, а ну-ка, если так... Так, ага. Таак. Так, используем гильзу, походу. И открывается дверь, гениально. Так, топ. Такс. Э, куда ты пошла, Калар? Включи кнопку, блядь. А-а-а-а. Я понимаю, что никакого этого коршона света нихера нету. Ты ничего не увидишь, дура тупая. Давай. Включай кнопку, мать твою. О, тупая блондинка, блин. Так, надо подумать. Так, надо всё обыскивать. Так. Так. Так, тут ничего значим, да? Так. Так. Проверь, ты медпусона. Так, что там? Так. 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 У нас, по-моему, что-то в инвентаре осталось, да? Ага. Так. Записка зашифрована. Так. Секундочку, сделаем паузу и продолжим. Так, дорогие друзья, продолжаем. Так. 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 Так... Субтитры сделал DimaTorzok Two hours is a long time in newspapers, Nico. Someone's good to you, haven't they? Listen up, Nicole, and listen good. Be powerful, friends. Forget what happened. You got it. End of conversation. Good night. Haha. This should have been my big break, but I knew there was nowhere else to sell this story. If Ronnie wouldn't print it, nobody would. Bonsoir, Collard. Mademoiselle Collard, my name is Plantard. I need to talk to you about your story. Your Pierre Carchon story. How did you know about that? There are people out there, madame, who will be very... upset. Oh, really? Well, it's their lucky day. It's been spiked. Yes, I know. We must meet. We must? I have information relating to your costume killer stories. Tomorrow morning, 8 a.m., Café de la Chandelverte, Rue Alaincourt. I shall be wearing a grey overcoat. You must talk to no one about this. You can't tell me what to... Tomorrow at 8 a.m. I'll be waiting. People complain about newspaper articles all the time. But not usually before they're printed. I was beginning to feel scared. This guy, Plantard. Could I trust him? Should I meet him or forget the whole business? I didn't have an answer. I'd only been in Paris for a week, but already I'd fallen in love with the city. My latest discovery was a little café, La Chandelverte. I was pretty sure the waitress was taking a shine to me. That old Stobart charm, I guess. Little did I know my reverie was about to be so rudely interrupted. Let's do it. Let me see. Продолжение следует... Так, вот мы играем уже за Стобарта. Передовица повествовала о приезде Нобелевского лауреата из какой-то труднопроизносимой восточноевропейской страны. Так, изучаем газеточку. Затем я заметил надпись в самом низу страницы. Она гласила. Салах Аддин. 1345. Так. Это вроде бы изучили. Идем узнаем, что в кафе. Идем не мог вкуса Брэнди. Ха-ха. Так. Моя голова. Никогда больше. Сколько водки я выпила. Нет, лучше не говори. Как твое имя, дорогой. Джордж Стобардмен. Вы, кажется, нуждаетесь в помощи. Я нуждаюсь в выпивке. У меня кружится голова, и все болит. А я даже не помню вечеринку. Расслабьтесь и постарайтесь успокоиться. Вы сильно ушиблись. И не говорите. Что здесь произошло? Здесь был взрыв. Вам лучше не двигаться. Вы доктор? А, нет. Нет, но ребенком я часто играл в больницу. Вы хоть что-нибудь помните? Нет. Мне надо выпить. Налейте бренди. А вот и выбор дается, как в играх от Telltale. Конечно же, мы скажем нет, потому что ей станет хуже от алкоголя. Вы, возможно, в состоянии шока. Никакого алкоголя. Что с пожилым человеком? Он мертв? Так, это ответ хороший? Да, мертв. О, мой дюй. Я никогда раньше не видела настоящий труп. Не считая бабушки. Но это другое дело. Он уже остыл? Не должен. Он умер всего несколько минут назад. Так, спросить ее. Про клоуна. Вы помните, что произошло, когда вошел клоун? Я хорошо помню, что он играл какую-то противную мелодию. Она была похожа на траурный марш. Вообще-то мне никогда не нравилось, как играет гармошка. Так, что еще? Вы знали этого старика? Нет, мсье. Я никогда раньше его не видела. Так... Клоун говорил со стариком? Нет, он покривлялся и все. Затем он схватил портфель пожилого мужчины и выбежал на улицу. Чемодан. Вы не видели, что у мужчины было в портфеле? Нет, он не открывал его. Что же сделал мужчина, когда клоун схватил портфель? Ничего. Он словно замер на месте. Мужчина пытался остановить клоуна? О, у него не было возможности. Клоун бросил свою гармошку и выбежал на улицу. Это все, что я могу припомнить. Так. Как себя вел старик? Ну, он постоянно поглядывал то на дверь, то на часы. Может, он кого-то ждал? Похоже на то. Он был чем-то обеспокоен. Это точно. Мне кажется, у него здесь должна была быть встреча. У него был вид провинившегося мужа. Эта газета принадлежала тому пожилому джентльмену? Не знаю. Кто-то записал на ней что-то. Странная надпись. Салах-эддин, 1345. Вам это о чем-нибудь говорит? Нет, МСИ, не о чем. Так. Все, мы все спросили у нее. Оставайтесь здесь, мадмуазель. Я пойду поищу какие-нибудь улики. Идем. Искать улики. Так, сейчас прикол. Сейчас будет прикол. От него так несло, будто жарким летним днем в закрытую комнату навалили целый грузовик рыбы. Вот здесь. Котик. Крышка была очень тяжелой и неудобной, чтобы поднять ее голыми руками. Понятно. Стоять! Не стреляйте, я не виновен. Я американец. Что? Не можешь прийти в себя, а? Я требую встречи с американским консулом. Бросай оружие. Лицом на пол. Быстро. Уберите свое оружие, сержант Муэр. Я приношу свои извинения, но вам придется пройти с нами. Я арестован? Нет. Мне просто надо задать вам пару вопросов. Пройдемте в кафе. Какой беспорядок! Это переходит все границы. Прекратите, Мсье! А вам не приходит в голову, что он мертв? Да, Мсье, но я лучше проверю, дышит ли он. Кроме того, я предполагаю, что убийца может притворяться мертвым. Однако, в данном случае, этот мужчина мертв. Допросите девушку, если вы на это способны. Итак, к делу. Ваше имя? Джордж Стобарт, я из Калифорнии. Итак, что привело вас в Париж, Мсье Стобарт? Я путешествую по Европе. Да, город прекрасен в это время года, не так ли? Да, вы правы, если, конечно, не считать взрывов. В момент взрыва вы находились возле кафе? Да, я сидел за столиками на улице. Мне повезло, что меня не убило. Инспектор пропустил мимо ушей мое замечание. Вы видели, как убитый входил в кафе? Да. Он был один? Да. Он с вами разговаривал? Нет, его больше интересовала официантка. Вы видели еще кого-нибудь в кафе? Да, здесь был еще парень, одетый клоуном. У него была гармошка. Гармошка? Так, картина начинает проясняться. И она не из приятных. С девушкой все в порядке. Жить будет. Она подтверждает показания американца. Клоун с гармошкой без сомнения опытный и эксцентричный мастер переодеваний. Хорошо. Ладно, я уже наслушался вас. Что вы имеете в виду? Я убедился, что вы ничего не знаете. Вы свободны. Надеюсь, этот маленький инцидент не омрачит в дальнейшем ваш отпуск. Вы думаете, я в безопасности? Не могли бы ли вы мне дать какой-нибудь совет? Что я могу посоветовать? Будьте внимательны и держитесь подальше от странных личностей. И не переходите дорогу до тех пор, пока на светофоре не загорится зелененький человечек. Прекрасный совет. Говорю вам откровенно, мсье. Вы в полной безопасности. Если вспомните что-нибудь важное, пожалуйста, свяжитесь со мной. Моя визитка. Спасибо. Вот и все. Вы можете идти. Не так-то много улик, мсье. На первый взгляд, да. А что, если обратиться к подсознанию? Когда бы открылись двери восприятия? Вы это серьезно, мсье? Я думал, ваш интерес к психодетекции был чисто академическим. А, вот и Ника. Детка. Воу. Так, я хочу с Ника поговорить. Ника! Прошу прощения, мадемуазель. Привет. Привет. Мое имя Джордж Стобарт. А, американец, судя по имени. Да, точно. Я отдыхаю в Париже. Что-то вроде отпуска. Вы были здесь, когда разорвалась бомба? Конечно. Сидел прямо перед кафе. Вы не видели человека лет 60-ти, одетого в шляпу и пальто? Я не верил своим ушам. Она даже не спросила, как я себя чувствую. Да, он зашел внутрь, как раз перед взрывом. А вы, случайно, не его родственница? О, вовсе нет. Я Николь Кулард из Ле-Ли-Берте. Что это? Что-то вроде ночного клуба? О, нет. Это газета. Вы репортер? Да. Свободная фотожурналистка. Слушайте, вы можете взять у меня интервью про взрыв. Я все-таки очевидец. Через минуту после преступления, потрясшего весь Париж. Жизненная драма, интересы человечества, все такое. Я стараюсь придерживаться фактов. Вы не видели, кто подложил бомбу? Я знаю, что это звучит дико, но он был одет в костюм клоуна. О, боже. Снова он. Так. А, спросим о чуваке. Что это был за человек, с которым ты должна была встретиться? Его звали Плантарт. Я его не знаю, но он звонил мне прошлой ночью. Он сказал, что знает историю, которая меня заинтересует. И назначил мне свидание в кафе. Думаю, но никогда не узнать, что он собирался мне рассказать. Разве что ты обретешь способность Росса к психическому проникновению. Откуда Плантарт узнал твое имя? Из газеты «Ля Либерте». Я написала статью о двух нераскрытых преступлениях. Одно в Италии, другое в Японии. Случаи были удивительно похожи. Состоятельная жертва, никакого подходящего повода и ряженые убийцы. Плантарт сказал, что может предоставить мне больше информации. Очевидно, клоун как-то пронюхала нашей встречи. Ты раньше встречала клоуна? Это длинная история. А у меня много времени. А у меня нет. Почему ты не рассказываешь мне об этом клоуне? Зачем ты лезешь в это дело? Да он же чуть не убил меня. Этого что, мало? Пожалуй, ты прав. Слушай, я дам тебе свой телефон. Поможешь мне распутать эту историю, а я расскажу тебе то, что знаю. И давай начнем прямо сейчас. Это серьезное дело. Окей, по рукам. Мне надо провести эти снимки, дорогой мусил. Отлично. Я... Скоро увидимся. Здесь сделаем паузу, ребята, и продолжим. Давайте, ага. На связи. То есть продолжим, да. Так, друзья, продолжаем. Нам надо поговорить с этим чуваком и его отлечь. Вот. Приступим. Вот. Эй, приятель. А я думал, что тебя арестовали. Они ошиблись. Когда он вытащил свою пушку, я подумал, что он тебя сейчас застрелит. Ты же знаешь, у них это доведено до автоматизма. Он просто решил, что я террорист. Ты террорист? Ха-ха-ха. Но он просто выполнял свой долг. Так. Здесь случайно клоун не пробегал? Клоун? Такой, какие бывают в цирке? Да. С большим таким красным носом. Ха-ха. Они такие смешные, эти клоуны, правда? Я успел убедиться в противном. А я от цирка тащусь. Особенно от лошадей. Вы не ответили на мой вопрос? Клоун здесь не пробегал? Ты что думаешь? Мне делать больше нечего, чем следить за всеми, кто здесь проходит? Не видишь, что ли? Я занят делом. Так. Вы не видели пожилого мужчину с портфелем? Да. Чудаковатый такой старичок. Знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что его очаровывает моя работа. Мол, он готов смотреть, как я работаю целый день. Скажите, пожалуйста, мне так хотелось врезать ему за такие слова. Вы не знаете, кто этот пожилой мужчина? Нет. А что, он какая-то знаменитость? Нет, но я думаю, что теперь он уже знаменит. Его звали Плантарн. Звали? Он что, умер? Да. Да. Не повезло дедушке. Зря я с ним был так груб. Если бы можно было вернуть время чуть-чуть назад. Но почему я был так груб с ним? Да, сожаления и угрызения совести странные чувства. Они делают из обыкновенных людей великих актёров. Так, ну, визитка ничего не даст, а вот газета... Газету почитать не хотите? У меня нет времени. Ты что, не видишь, что я занят? Вы можете почитать её во время обеденного перерыва. На обед мне положено всего 10 минут, и то если босс не будет проезжать мимо. Он и так постоянно капает мне на мозги. Так что во время перерыва я могу успеть только перекусить. Да хватит вам ныть. Просто возьмите газету. Ха, ты только посмотри на этих чёртовых либералов. Хе, спасать дельсидов? Да их есть надо, а не спасать. И вся эта суматоха из-за пары рыбин. А это уже что-то интересное. Интересное. Посмотри-ка сюда. Не правда ли, похоже на пробку от бутылки? Ага, а что это? Сала-эддин сегодня участвует в забеге на приз триумфальной арки. Это скаковая лошадь? Это не просто лошадь. Это легенда. Второй буцефал, мой друг. Быстрая, как молния. Не сделаешь мне одолжений. Посмотри, чтобы ничто не случилось с ямой. А я пока пойду поставлю на эту милашку пару франков. А как же ваш ящик? Пусть тебе валяется. Что с ним может случиться? Ха-ха. Ну да. Типа пытается разбогатеть чувак рабочий. Забавно. Так, ну прежде чем мы что-то возьмём, возьмём инструменты. Я нашёл как раз то, что мне было нужно. Этой палкой нужно поднимать львы. Так, я надеюсь, вы догадываетесь, что мы будем делать этим ломом. Аллилуйя, тадам! Я поднял крышку, чтобы узнать, чем пахнет вход в канализацию. Так, ну в общем, на этом мы закончим эту серию. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Денис. Всем до новых встреч. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Будет интересный материал. Всем до встречи, дорогие друзья. Всем удачи. Всем пока. Пока.